здравствуйте приветствую всех кто к нам потихонечку присоединяется было сегодня запланирован эфир на 14 00 но мы чуть-чуть задержались по техническим причинам но надеюсь что сейчас все у нас будет наладить налажено и мы с вами поговорим о дизайнах причем об очень простых дизайнах интересно слышно нас видно тут наверно же комментариев как бы есть нету должны быть комментарии да интересно смотрят на слышат нас так итак еще раз всем здравствуйте а вот сердечко полетела я надеюсь что у нас слышно мне кажется резкость у нас нарушилась а вот так вот здравствуйте блин запятая какая блин запятая какая чтобы это значило вероятно это все нормально немножко добавим летних красок в наши дизайны вот хотим похвастаться вам что ли или поделиться с вами тем что вышли у нас очень интересные цвета гелевых красок а то все гель-лаки да гель-лаки надо вспомнить про гелевые краски причем здравствуйте здравствуйте да все видно и слышно и большое вам спасибо что вы девчонки реагируете а то когда сидишь в стрессе перед камерой и не знаешь видно тебя слышно тут оказывается все в кучу так значит хотим похвастаться перед вами тем что у нас вышли красочки гелевые ну очень многие сейчас мастера работают только гель-лаками а вот старые мастера прекрасно помнят и знают что есть еще и гелевые краски в наличии у компании ими их очень много от классических цветов пастельных цветов и так далее сейчас конечно они не выходят таким большим количеством как выходили раньше все равно в приоритете конечно остаются гель-лаки но и тем не менее есть мастера которые любят и гелевые краски в том числе поэтому эфир посвятим двум гелевым краскам которые появились совсем недавно листва и пламя зеленый красный и когда я смотрю на эти цвета я думаю что как раз таки вот я думаю что и вам тоже многим по крайней мере напоминать эти цвета цвета арбуза и какое лето без арбуза да это все равно что зима без снега хотя и такое может быть вот но без арбуза я думаю ну никак не обойтись летом и чтобы это было вот так не сильно навязчиво и вот так по летнему по арбузному можно например с помощью декораций которые также вышли чуть чуть раньше вот такие вот но я думаю что тоже сейчас у многих мастеров есть видите вот такие вот декорации которые как раз очень подойдут нам к нашей теме да вот декорации которые как раз вот тут видны арбузики вот они да есть вот очень классно сюда же в продолжении темы я вот взяла еще такой запечатанный видите такой адрес вот например 87 апельсины я к сожалению не помню какой номер так сейчас вот тут у нас написано 89 фруктовый принт да ну со слайдерами работать совершенно несложно и очень многим мастерам тем кто не очень хорошо допустим рисуют или не заморачиваются по поводу рисования очень многим мастерам как бы эти материалы приходится по душе по одной простой причине что с ними очень быстро работать они очень классные быстрые качественные и совершенно не ощущаются на поверхности ноготочка когда они прикреплены к ней и поэтому как бы мы можем сегодня как раз таки добавить в работу чтобы было недолго чтобы был быстрый дизайн дизайн со скоростью ferrari и так добавим декорации в нашу работу сегодня так можно добавить вот такие вот объемные картинки вот если вот видите на первых двух типсах вот такие вот 5d nail crust номер 36 романтика а можно например добавить например летняя эстетика nail cruz номер 37 36 37 видите с цветочками с листочками и вот варианты с арбузами еще раз вернусь к этой теме фруктовый принт нам потребуется номер 89 nail dress так а значит можно использовать смешивать допустим разные варианты техник вот например там свежать стемпинг плюс 5d наклеечка или стемпинг вот на заднем плане а здесь просто плоскостной слайдер да или вот в таком вот плане ну мы посмотрим по времени я хотела думала мы сделаем как бы один такой один такой например да и будет понятно как это все сделано так значит что нам потребуется значит кроме декорации ну конечно же шарми кончики можно взять в работу с разными надписями добавить они всегда осовременивают дизайн добавить любые декорации виде вот таких вот всяких слов да и что еще что еще можно взять spider гель добавить в работу я думаю что сейчас уже нет таких мастеров у которых не было бы spider геля белый черный можем взять так ну и в принципе все я потихонечку открываю краски так мне кажется опять резкость немножечко об остановилась достаем красочки гелевые ну если например есть у нас сейчас среди людей кто нас смотрит и слушает допустим мастера которые не работают гелевыми красками ну что нужно отметить гелевые краски гелевые краски это конечно же материал для покрытия и если вы делаете хорошее укрепление базой гель лаковой если вы моделируете ноготь база гель лаковой если вы делаете укрепление если вы укрепляете стрессовую зону хорошо базы гель лаковой да есть жесткие базы есть файбер базы то в принципе на такую поверхность вы можете в принципе нанести и гелевую краску в том числе но и закрыть опять же топом но вы должны четко понимать что гелевые краски это нерастворимый материал от в отличие от гель-лаков. Если гель-лак можно растворить и убрать с поверхности ногтевой пластины, счистить апельсиновой палочкой или пушером, то, конечно же, гелевые краски, если вы нанесёте, то это придётся спилить. Ну, опять же, вы знаете, как бы сейчас же многие мастера работают каким образом? У всех стоит машинка, всякие фрезы, целая куча на столе валяется. Ну, нет, конечно же, не валяется, а лежат, конечно же, в крафт-пакетах и ждут своей очереди. Вот. И сейчас, как бы, как правило, всё это спиливается с помощью фрез, машинки и, как бы, получается, в принципе, неважно, гелевый гель-лак у вас на ногтях или гелевая краска. Вот. Но вы должны, как мастера, мастера же, правильно, высокого уровня, вы должны чётко понимать, что гель-лаки – это растворимый материал, а гелевые краски – нерастворимый материал. Ну, и если гель-лак всё-таки удобно кисточкой наносить из флакончика, да, то гелевые краски нужно будет наносить отдельными кистями, как правило, с плоским цоколем. Вот. И мы сейчас просто для обзора, для того, чтобы, ну, немножечко порекламировать эти цвета, да, мы с вами покроем, например, один ноготочек зелёным цветом. листва, да, листва, да, листва и пламя, листва и пламя. Нет, ну, такой, я не знаю, листва и пламя, конечно, девчонки придумывают названия, очень крутые, классные, но мне кажется, на мой взгляд, это арбуз, цвета арбузные. Вот, и ложится плотно, и можно работать этой краской даже в один слой. Распределяется очень тонко. Так, это у нас вот один цвет. Тоненько-тоненько. Сейчас мы чуть-чуть вот так подальше сделаем, а то я кисточку вытираю обыкновенной салфеткой, не безворсовой, небольшие ворсиночки попали на поверхность. Сейчас постараюсь выровнять и убрать их. Так, просушиваем. Так, просушиваем. И теперь нанесем второй цвет, красненький, да, и посмотрим на него. Точно такой же плотный, точно так же ложится плотно, и можно также работать в один слой. Так. Видите, даже на прозрачной типсе абсолютно плотно, без пробелов, в один слой. Ну, и еще хочется, знаете, что сказать, как бы из прошлого, что помнится мне в прошлом по поводу гелевых красок. Значит, гелевые краски, конечно же, это более, скажем, экономичный вариант. То есть себестоимость покрытия гелевыми красками, она в разы меньше, чем гель-лаком. Потому что ложится плотно, можно в один слой уложить красочку, и будет смотреться плотно. А гель-лаки в любом случае, конечно же, есть и плотные оттенки, но, конечно же, в основном работают в два слоя. Так, ну, нанести я нанесла. У меня тут есть маленькая заготовочка для того, чтобы показать вам, как это выглядит, если покрытие сделано глянцевым топом, в нашем случае это ультрашайн, либо матовым топом. В нашем случае это вельвет. Да, вельвет-топ. Вот смотрите, то есть получается в один слой мы покрываем и под глянцем, как смотрится, и смотрится, как под матовым. Конечно же, цвета, которые могут полностью покрывать все 10 пальцев. Просто красное покрытие никто не отменял, его любят, конечно же, наши клиенты. Ну, и зеленый цвет лета. И как бы тоже смотрится классно, круто, тем более, что это очень модно, в конце концов. Вот. Итак, значит, ну, я подготовила два фона, и пока они высыхали, я попыталась показать, как это выглядит под матовым и под глянцевым топом. Ну, и сейчас, как бы сразу же, не отходя от кассы, мы сделаем прямо вот сейчас, на этих двух оттенках, какой-нибудь незамысловатый дизайн, который сможет сделать, в принципе, любой мастер, даже который абсолютно не рисующий мастер. Так, я сейчас немножечко хотела сделать получше, чтобы мне было удобно, а то плохо видно через камеру. Вот так, все. Итак, давайте мы сделаем вот таких вот два простых варианта. Я думаю, что все справятся с ними, но иногда кажется, что сложно выглядеть. На самом деле, все очень довольно-таки просто. Значит, возьму для стемпинга пластину. Пластину вот с такими надписями, например. Использовать буду для отпечатывания у Юльки на столе штампинг для стемпинга. Там, на большом столе. Значит, эмпасту. 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 Возьму из классических цветов белую эмпасту. Да, то есть, как бы, опять же, эмпаста всех времен и народов беленькая. Мы ее с вами пустим на задний план. Так, теперь эмпастой можно, конечно же, лаком, можно красочкой. Так, подушечку подготовили. Все стоит готово к употреблению. Такую красивую взяла. Так, и, значит, наносим эмпасту на поверхность нашей пластины. Оп. Хорошенечко вот таким вот образом прокрываем, чтобы эмпаста хорошо зашла во все прорези на пластиночке. Так. Поверхность покрытия мы, конечно же, с вами обезжирим. Пока суть до дела. Обезжириваем. Так, ну и убираем лишнее, естественно. Можно не особо торопиться, потому что это все-таки эмпаста, она не высыхает на воздухе, пока в лампу не попадет. Так, эмпасту набираем на подушечку, да, на наш штампик. Так. И отпечатываем на поверхность. Значит, я не буду сейчас печатать полностью на весь ноготь. Я хочу, чтобы это было частично и даже вот таким вот образом вверх тормашками. Просушиваем в лампе. Мы же эмпастой с вами делаем отпечаток, да, поэтому, конечно же, сушим в лампе. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Так, можем просто сюда добавить, не вытирая эмпасту с пластинки, можем просто ее сюда добавить. Убираем все лишнее. Мне очень нравится этот рисунок на пластинке. Получается четко виден, мелкие буквочки, мелкая надпись, но при этом все очень четко видно. Так. Отпечатали, просушили в лампе. И можно слегка-слегка вернуться к гелевой краске, которую мы с вами делали покрытие, да, в данном случае у нас зелененький цвет. И можно чуть-чуть тоненьким-тоненьким слоем сделать вот так вот тонировочку, просушиваем. И точно так же во втором варианте. Причем отпечаток этот может быть совершенно любым, ведь не обязательно, допустим, какую-то определенную, да, там как бы брать пластину, может быть какой-то узор на дальний план, так вот, затонировали немножечко. Так, просушиваем. Ну и можем в работу пустить новенький, который буквально недавно вышли, я демонстрировала в начале нашего мастер-класса. 5D-слайдеры. То есть получается у нас Nell Cruz, даже не слайдеры, а Nell Cruz правильно будет называться, номер 36 и 37. Летняя эстетика и романтика. Видно такие вот прикольные, цветочками. Можно взять, например, я уже говорила, вот мне понравится вариант на зеленом фоне, например, оранжевые апельсины. Очень по-летнему. Апельсины. Это вот с такого Nell Dress. Сейчас мы добавим. Вот. Видите? То есть очень красиво. На зеленом фоне будут и лимоны смотреться классно, будут смотреться и гранат, и апельсины. Можно будет, конечно же, зеленый фон использовать для любых слайдеров. Ну, а я возьму, например, цветочки. Так, сейчас я у Кати на столе найду ножнички. Так. Нашла большие портные у Кати на столе ножницы, чтобы уже наверняка не промахнуться. Так. И нам нужна влажная салфетка либо водичка. Я на влажную салфеточку положила. Так. И возьмем, например, вот у меня есть начатый. Спасибо, Марина, большое. Не бросила меня. А то нервы так гуляют, что не дай бог так. Все положила на влажную салфеточку. Видно? Все. И, например, возьму второй вариант. Это будут у меня вот такие вот красивые апельсины. Ну, подробно вырезать, конечно же, не надо. Но когда вы убираете лишнюю бумагу, как бы меньше пленки потом не нужной будет. Так. И еще мне очень нравится добавлять каких-нибудь пару цветочков. Вот тут вот на слайдере, где есть абузики, здесь вот есть небольшие цветочки. Такие, видите? Вот они. Прикольно. Они так разбросаны по всему слайдеру. Вот мы их будем добавлять сейчас. С ними очень прикольно смотрится. Они, вот они, видите, прикреплены, а потом сверху им пастой отработаны. Так. Я пропала с экрана, потому что вырезаю цветочки. Надо стараться использовать и со слайдера все возможные, даже какие-то надписи, пол-листочка, веточку и так далее. И даже вот такую вот мелочь. Так. Ну все. Все это сейчас у нас намокнет так. Ну и с помощью, с помощью, конечно же. Я сегодня взяла с собой даже пинцет. Обычно я таким вот не отличаюсь мелочами. И мы будем прикреплять на поверхность, вот на нашу как бы готовую, да. Значит, будем прикреплять дополнительный материал, да, декорации. Значит, прикреплять, так как это у нас слайдеры, да, размачиваются в водичке, прикреплять мы их будем на слайдер-топ. Слайдер-топ. Это топ с липким слоем. Ну, если вдруг у вас под руками слайдер-топа нет, вы можете, конечно же, взять, например, базу, да, и мазнуть базой, на липкий слой базы прикрепить слайдер. Ну, так как у нас под руками слайдер-топ оказался, поэтому я аккуратненько, аккуратненько, тоненьким слоем слайдер-топ нанесу и буду просушивать буквально 10-15 секундочек. И второй вариант точно так же. Слайдер-топ очень тонким слоем, просушиваем 10-15 секундочек. Этого времени достаточно, чтобы слайдер-топ прихватился, и потом, как бы, мы нанесли, прикрепили непосредственно вот уже слайдер, да, и если слайдер-топ не пересушивает, девчат, то он как раз-таки будет очень легко двигаться по поверхности. Очень легко будет двигаться по поверхности. Прикрепили и просушили. Как раз-таки просушивайте вот те недостающие 10-15 секунд для полной полимеризации слайдер-топа. Так, и давайте здесь. Здесь мы решили прикрепить. Так, вот они у нас аккуратненько. Например, очень красиво сочетается оранжевый с зеленым. Так, хотела, как лучше получилось, как всегда, но и тем не менее сейчас совмещаем, да, и слайдер, работу слайдеров, работу с техникой стемпинг, да, с пластинками, с отпечатыванием. Так, прикрепили все. Так, ну и осталось еще вот эти маленькие цветочки, которые впоследствии мы потом просто прорисуем сверху, и они будут объемными. Так, я вот так аккуратненько сейчас положу. Вот такая мелочь, которая теряется. Сейчас, секунду. Так, давайте вот здесь у нас будет с вами дополнительный акцент. И давайте еще один. Так, просушиваем. И, конечно же, слайдеры не забудьте, надо обработать обязательно ультрабондом, да? Ультрабонд, потому что у слайдеров нет никакой липкости, и для того, чтобы было хорошее сцепление, обрабатываем, убирается ненужная пленочка. 5D-слайдеры, их можно так прям, знаете, хорошенечко обильно пропитать ультрабондом, пусть высыхает на воздухе, и дальше мы будем с вами закрывать. Закрыть можно матовым топом, закрыть можно глянцевым топом. Это не принципиально важно. Высохло на воздухе, и теперь закрываем. Ну, давайте закроем, например, ну, глянцевым топом, в нашем случае это может быть ультрашайн, это может быть текласс. Я взяла текласс. Покрываем. Аккуратно. Слой не должен быть толстым, все должно быть аккуратненько, тоненько. И вот теперь нужно взять и какой-нибудь чистой кисточкой убрать лишний топ с поверхности объемной картинки. Знаете, мне очень нравится, я в последнее время стала это делать кисточкой для градиента, естественно, чистой. Так, убрала немножко, да, в одном направлении и в другом направлении. Убираю, чтобы именно объем, да, что не зря же она у нас, наклеечка 5D, убираю лишнее, именно с наклейки. Она у нас будет объемной. Она пропитана ультрабондом, пропитана топом, но и будет иметь вот такой вот красивый объем. Просушиваем. Так. И здесь мы делаем то же самое. Обрабатываем слайдеры ультрабондом обязательно. Здесь они у нас не объемные, здесь они у нас плоскостные, да, такие плоские, тонкие, поэтому не надо увлекаться повторных движений, по одному и тому же месту старайтесь не делать. Вот все тоненько, раз, два, все. Высыхает на воздухе в течение 1-2 минуточек и после этого перекрываем топом. Ну, давайте этот вариант перекроем, например, матовым топом, да, матовым топом, потом цветочки выделим белой импастой, оно будет, конечно же, лучше видно, да, на матовой поверхности, глянцевая импаста. Закрываем матовым топом. Дизайн на самом деле быстрый, несложный. Отпечатать в технике стемпинг рисунок на поверхности, конечно, сейчас, мне кажется, у 99% мастеров это все четко отработано, все получается. Вот, почему говорю 99%, ну, 1% не делает стемпинг, это, наверное, просто ни разу не пробовали. И если бы попробовали, то, я уверена, на 100%, всем бы очень даже понравилось. Так, здесь у нас все готово. Ну, вот у нас в дизайнах, как бы, да, Екатерина Николаевна очень любит, когда дорого-богато. Можно сюда, например, взять и добавить какую-нибудь абстракцию, элемент такой, мы его называем, дырочки, видите, вот там как бы сеточка сверху. Можно сильно много не увлекаться, но немножечко можно добавить рисунка. И для этого можно взять, например, опять же, белую эмпасту. Почему эмпасту? Потому что это гелевая краска без остаточной липкости, и мы можем ей рисовать сверху по любой готовой поверхности. Рисовать будем кисточкой 5 дробь 0 белая синтетика. Так, и немножечко возьму белой эмпасты. Она у нас где-то на столе стоит, потерялась, все нашлась. Так, белая эмпаста, белый рафинад. Ну, я взяла с классического набора, да. И буквально несколько абстрактных линий. Так, сюда повыше прикреплю. Эмпасту, когда берете в работу, обязательно не забудьте перемешать. Ну, если вы работаете каждый день, и у вас 5-10 клиентов, конечно, тогда она у вас, наверное, 100% перемешанная всегда стоит. Вот, ну, а если вы вдруг не работали пару денечков, эмпаста стояла закрыта, лучше перемешать. Так, ну и буквально много не буду. Набираю краску только на кончик кисточки. И постараюсь, ну, насколько получится, в условиях нервных переживаний по поводу прямого эфира понарисовать несколько линий абстрактных. Рисую, конечно же, сверху по готовой поверхности, да, то есть, как бы, понимая о том, что это эмпаста. Когда, вот, допустим, девчонки новые учатся, в школе вот у нас там в онлайн проходят курсы, часто спрашивают, а нужно сверху перекрывать? Ну, если мы говорим с вами про работу эмпасты и работаем по готовой поверхности, мы же уже перекрылись с вами топом, правильно? То есть, конечно же, мы подразумеваем, что дизайн будет сверху и будет даже слегка, как бы, иметь объем на поверхности. Давайте вот еще здесь, вот так прикрепляю линию к линии с такими небольшими треугольничками. Так, то есть мы рисуем с вами по готовой поверхности, мы четко отдаем себе в этом отчет, и поэтому эмпаста заполимеризуется в лампе, и ничем мы больше перекрывать не будем. В одном месте стараюсь, чтобы не соединялось больше трех линий, то есть вот одна линия есть, там ушла наверх, вот-вот-вот раз, то есть стараюсь, чтобы в одну точку соединялось только три линии. так, ну и вот здесь вот перегородочку, сейчас еще одну сделаем, и еще вот здесь, и еще вот здесь, и держите меня семеро. Так, я предлагаю остановиться, потому что, в принципе, принцип понятен, и мы с вами добавили сюда еще и работаем пастой. Можно краешки цветочка немножко выделить, у нас же с вами тоненькая кисточка в руке, и так и чешутся руки, еще чуть-чуть объемчика добавить, и без того объемной картинки. Можно, конечно же, этого не делать. Можно пройтись по листочкам, например, неоновой зеленой импастой, и листочки станут ярче, чем есть они в данном случае. Так, ну, остановлюсь. Больше не буду ничего делать. Просушиваем, и, в принципе, дизайн наш готов. А во втором варианте, во втором варианте, мы можем с вами, например, на матовую поверхность, допустим, апельсины выделить, например, глянцевым топом, покрыв их глянцевым топом, и они будут как бы блестеть, да? А вот цветочки мне очень сильно хочется сделать более объемными, опять же, с помощью белой импасты. Импаста, которая есть всегда, мне кажется, у всех под руками. Так, я сейчас в капельке базы кисточку промою. Так, промыла салфеточка. И буквально... А, лепесточек единичка, да, я вот не сказала, что я кисточку взяла, лепесточек единичка, КЗЛЕ1. Кисточка для жестовской росписи самая маленькая. Просто у нее такой кончик, она сама таким образом сделана, что она сама выглядит, как прям лепесточек, как листочек готовый. У нее плоский цоколь, очень удобно в московой технике задать объем лепесточком. На самый кончик кисточки взяла немножко импасты. И, начиная с краешку, чуть-чуть нажала на кисточку, подняла, нажала, подняла. Следующий лепесточек. То есть он уже есть. И где-то промахнетесь, ничего страшного. Просто слегка добавляем объемчик. Ну, я взяла белую импасту, хотя на самом деле можно было взять какую-нибудь там розовенькую, можно было любую цветную подмешать с белой, тут сделать какие-нибудь. Я наверняка, если честно, не знаю, какие цветочки у апельсина. Ну, когда он там начинает цвести, он же тоже как-то, наверное, цветет. Но, следуя просто вот в цветовой гамме, в которой мы как бы сделали наш незамысловатый дизайн, такой красивый яркий зеленый цвет и плюс вот, допустим, белые дополнения, да, плюс оранжевый апельсинчик. Так, ну, вот так вот можно поставить. В любой непонятной ситуации поставьте несколько точечек. Просушиваем. И больше предлагаю ничего не делать, остановиться на данном этапе. Очень быстро, четко, даже с учетом того, что сейчас кто-то сидит, нервничает тут вот перед камерой, и то вроде бы ничего быстро получилось. Так, и в результате, в результате получился у нас вот такой вот вариант, да. Цвет фона у нас пламя, да, новая гелевая красочка, напоминаю всем. И очень красиво, конечно же, смотрятся всякие цветочные композиции. И цвет листвы. Ну, не знаю, а вместе это сочетание арбузное какое-то получается. И поэтому от этих двух вариантов я перейду вот к третьему вариантику вот с такими арбузиками и цветочками. Итак, делаем фон. Предлагаю взять в основу, например, мой любимый гель-лак, который я обычно для натурального покрытия беру. Это 151-й. 151-й со свадебной коллекции. Довольно-таки широко известный гель-лак. Среди мастеров, которые работают продукцией Эми. Так, и в основу возьмем вот такой вот красивый, с мелким красивым мерцанием, золотистым. Так, и просушиваем. Работать будем точно так же гелевой краской, которую мы только что с вами работали. Цвет зеленый и красненький, да, пламя, листва, листва и пламя, а вместе арбузное сочетание. Так и запомним. Так, и значит, нам нужна будет кисточка для градиента. Так, покрыли, просушили. Так, и начнем добавлять цвета. Значит, ну, предлагаю начать, например, с зелененького. Так, вот таким вот образом, аккуратненько, кончик кисточки для градиента. Погружаю в гелевую краску уголочек. Так, и вот таким вот образом, аккуратненько, аккуратненько, сверху вниз. Добавляем зеленый цвет. Так, можно немножечко его разбавить черненьким. И вот, допустим, будем с вами подразумевать, что вот здесь, например, это корка нашего будущего арбузного фона. То есть вот здесь вот можно свести как бы красочку немножечко на нет. Не знаю, мне прям хочется чуть-чуть поярче сделать. Сейчас добавим немножко. Так. А теперь немножко подмешать черный гель-лочок с зелененьким. Вот, смотрите, чуть-чуть черный гель-лак. Номер 30, да? Можно гелевую краску взять. Немножечко подмешаю. Чуть темнее зелененький сделаю. Вот таким вот образом. И добавлю на краешек. Я даже не просушивала. Ну, если просушим, я думаю, что хуже не будет. Чуть темнее. Видите, вот на краешек ноготочка, опять же, кисточкой для градиента, чуть-чуть темнее. Своего рода вертикальный переход такой получается. Так, теперь просушу. Прослойка между коркой зеленой, да, и красной мякотью арбуза может быть выступить какой-нибудь желтенький цвет. Желтенький цвет. Можно взять из коллекции мой импульс. Ну, например, 370, да? Можно, например, взять и добавить. Совсем-совсем чуть-чуть. Опять же, на кончик кисточки буквально чуть-чуть. Вот, взяла капельку-капельку и добавила вот сюда. Этого не будет особо видно, но мы потом будем отделять мякоть, допустим, от корки с помощью белого спайдергеля. И как раз-таки будет поярче на желтеньком фоне смотреться. Так, ну и, конечно же, красный добавляем. Красный пламя наше, да? Но цвет совсем не пламя. Надо было назвать как-нибудь арбузный, не знаю, там арбузный десерт. Когда-то, кстати, у нас таки давно гелевая краска была, арбузный десерт. Что-то сейчас вспомнилось. Да, классная, да, была красочка. Так, и вот, например, мы добавили красненького. И опять же, я сейчас как-то вот поярче вот готовилась к мастер-классу. У меня чуть-чуть прозрачнее получалось. Ну, ничего, сейчас мы чуть-чуть побошкаем кисточкой туда-сюда повозимся. Желтенький цвет у меня пропал. Ну, ничего, мы сейчас к нему вернемся. Буквально. Так, просушиваем. Так, теперь будем отделять, например, там, возьмем, можем работу взять. Нам же нужно, чтобы посложнее выглядело, правильно? Все-таки на экране. По заморочести можно взять немножко белого спайдер-геля и отделить корку, ну, мысленно, конечно же, да, зеленую от красной мякоти. И вот где-то вот здесь, да, вот, например, вот тут, там, где желтенький, мы пытались немножко выделить границу между одним цветом и вторым. Так, можно туда-сюда. Очень люблю в дизайн и добавлять спайдер-гель, ну, паутинку. Легко, просто, смотрится сложно. Сушим. И можно немножечко добавить в работу черного спайдер-геля. Тем более, что стоит, наверное, за ненадобностью на полочке, а будет прикольно смотреться. Все пальцы же не обязательно делать такими арбузными, правильно? Можно, например, на одном пальчике, другие пальчики просто красненьким покрыть или просто зелененьким покрыть. Вот здесь, вот там, где, ну, как бы основание, да, корочки наши, вот так вот, немножко черненького цвета. Она просто будет чуть-чуть поярче. Просушиваем. И если вы присмотритесь вот сюда, вот, то вот здесь вот есть крапушки, их, конечно же, можно нарисовать, да, они будут олицетворять, вот, как вот семечки, да, арбузные. А можно взять немножко гирлака, который, как скрапина, с этими, ну, с этим скраплением, да, будем так называть, как перепелиные яйца, да, вот есть же такие гирлаки или топы вот с такими уже довольно, ну, готовыми такими вот пятнышками. И можно немножечко добавить в нашей арбузной теме. Вот сюда, например, чуть-чуть, много не надо, совсем капельку. О, видно? Вот так, чуть-чуть, знаете, как обычно, много-мало, много-мало. Так, просушиваем. Так, ну, и, конечно же, теперь в ход вступает наши слайдеры, да? Мы вырежем с вами пару долечек арбуза, причем они тут так интересно представлены на слайдерах, прямо вместе с семечками. Так, вырезаем арбузы наши. Ну, мне кажется, это такой специфический товар, да, вот арбузы. Мне кажется, они же только могут летом быть на ногтях. Ну, не, они, конечно, могут быть в любое время года, но я, было бы, как минимум, ну, странненько, да, ведет барышня, а у нее 1 января арбузы, ну, на руках. Ну, это кто на что, как бы, кто во что гораст. Ну, допустим, вот, видите, прямо с семечками. Посмотрим, если они будут лишние, наши композиции, их можно будет просто отрезать и убрать. Ну, посмотрим сейчас. Пристроим, примерим все это дело. Так, ну, и еще один. И, конечно же, добавим цветочки. Не знаю, эти цветочки добавляют какой-то прямо праздник в душе и тело. И очень интересно с ними работать. Так, я просто на влажную салфетку положила, девчат. Так, и я тут вырезаю пока портными ножничками цветочки. Так, цветочки. Ну, я думаю, хватит. Хватит нам. Так. Ну, и на что будем прикреплять слайдеры наши? Ну, конечно же, на слайдер то. Хотя, вы знаете, вот, например, если достаточно дисперсия липкая, то есть, вот, как бы, вот, допустим, сейчас вот довольно-таки липкая, можно было бы не добавлять. Ну, вот, есть у нас такая вот, как бы, технология, да, поэтому мы всегда стараемся придерживаться. И на клиентах, можно было сейчас, конечно, на типсе этого не делать, но на клиентах нужно все равно делать для того, чтобы все это прикрепилось, закрепилось, чтобы никуда не отвалилось. Так, и вот сюда аккуратненько наносим слайдер топ. Я вот забыла сказать, начинаю посмотреть на время, времечка остается мало, можно добавить какой-нибудь шермикончик в виде какой-то надписи, да, немножечко осовременить. Ну, мы сейчас посмотрим, арбузы прикрепим, и, может, если у нас останется 2 секунды времени, можно было будет, в принципе, прикрепить. Хотя, что тянуть, можно и сейчас прилепить, что-нибудь прилепим. Давайте вот сюда, вот, я думаю, что даже если учесть, что здесь у нас будут еще арбузики, я думаю, что хуже не будет, но лучше это делать все-таки не на липкий слой. Так, ну и все, и прикрепляем, разбрасываем куски арбуза, и берем ценник, сколько весит, сколько сейчас стоит килограмм. Вот три куска, как минимум полкилограмма, можно смело по цене арбуза брать. Так. Такой, знаете, чересчур арбузный ноготь. Так, все прикрепили, прижали и просушили. Просушили обязательно. Сушимся. Добавляем цветочки. Кстати, вот сейчас, вот, например, там нет особой липкости, да, все-таки уже мы пленочки все положили, вот эти вот арбузики наши. Можно прикрепить, если хочется сверху что-то добавить, можно прикрепить на ультрабонд. Раньше, кстати, вот так часто делали, когда слайдер на слайдер. То есть обрабатываем ультрабондом. Ультрабонд высыхает на воздухе в течение 1-2 минуточек. Так, и можно прямо сверху прикрепить еще и цветочки, потому что, мне кажется, тут будет фишечка именно вот с цветочками. Вот сюда прикрепим. Беленькие цветочки прямо освежат нашу картинку. Раз уж нас уже дорого-богато, тут и все во всю катушку. Знаете, как все лучше и сразу, правильно же? Дорого-богато, как положено в Ростове-на-Дону. Просушиваем. Еще раз цветочки обрабатываем ультрабондом. У меня уже изорвалась перчатка, у нас осталось буквально несколько минуточек. Сейчас мы успеем доделать. Можно, кстати, знаете, немножечко-немножечко, я бы все-таки вот вернулась и чуть-чуть подкрасила бы цветочки. Совсем капельку. Вот смотрите, вокруг серединочки, вот вернулась к красной гелевой краске, вот серединочку выделяю, видите, вот так вот вокруг желтенького цвета немножко краснинки добавляю. Мне кажется, так цветочки будут более выразительными. И практически сухой кисточкой чуть-чуть простушую, потому что я все равно буду добавлять белую импасту сейчас на лепесточки. А вот это затемнение просто сделает цветы более яркими, более выразительными. Так, просушиваем. Ну, теперь однозначно закрываем все дело топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть топ матовый. Давайте мы сейчас глянцевым закроем. Хотя на матовом мне тоже очень нравится. Даже не знаю, если бы я вас слышала, я бы, конечно, сейчас спросила, так, девчат, чем покрываем, матовым топом или глянцевым? Давайте матовым покроем. Да, давайте, сказали девчата. И я покрыла матовым топом. Просушиваем, просушиваем и готовим белую импасту для того, чтобы выделить лепесточки наших цветочков. Так, по-прежнему кисточка, лепесточек, единичка для жестковой росписи, КЗЛЕ1. Это самая маленькая кисточка, она, как сделано, видите, плоский цоколь, она сама, как листик, как лепесточек уже готовый. Так, немножко белой импасты. Ну, я вот так на перчаточку возьму, чтобы быстрее было. Так, и уже по готовой поверхности, по готовой поверхности с помощью белой импасты мы увеличиваем с вами лепесточки, чуть-чуть делая их более объемными. Все, что мы с вами сделали, вот такой красивый красно-зеленый фон. Вот если честно, как бы мне не очень нравится сочетание зеленого и красного. Ну, если, например, вот смешивать градиент, да, цвета, допустим, делать, не очень нравится. А вот в таком виде почему-то понравилось и прям так душевненько получилось. Так, и здесь цветочки у нас. Вот я могла бы, конечно, их нарисовать без слайдеров, но вы знаете, вот такой размер у меня бы точно не получился. Тут я вот не могу выйти за рамки, поэтому получаются очень такие меленькие, да, цветочки. Можно было взять, допустим, белый декор, есть такая импаста, да, белый декор, она чуть гуще, плотнее, и объем бы у лепесточков был бы значительно выше. Так, можно тоненькой кисточкой 5 дробь 0, которая немножечко подтянуть вот сюда, к центру окончания лепесточков. Просушиваем. И можно сделать наши уже, ну теперь еще на 2 минуты еще задержка у нас идет. Возьмем немножко глянцевый топ. Сейчас я вычищаю кисточку, чистенькой делаю. Возьму глянцевый топ, ну, например, тот же Текласс. Текласс. Буквально вот так капельку на перчаточку вот так возьму. И покрою арбузы глянцевым топом. Только арбузы постараюсь выделить. Один. Второй. И третий. Ну, как бы акцентируем, да, на них. Все-таки мы как бы акцент сделали именно на таком вот арбузном сочетании цветов и фона, и декораций. Ну, пусть они будут вот так вот выделены. Просушиваем. Ну, пока сохнет, я буду заканчивать, потому что времечко поджимает. Значит, мы с вами использовали в работе две новых гелевых краски. И я сказала, что можно гелевые красочки использовать для покрытия даже натуральных ногтей, если вы сделали хорошее укрепление, например, жесткой базой или там файбербазой. Гелевыми красками можно покрывать такие ногти. Только помните о том, что при коррекции растворить вы не сможете, потому что гелевые краски – нерастворимый материал. А вот если вы спиливаете фрезами с помощью машинки, то, в принципе, вы даже этого не заметите. Итак, ну, а себестоимость покрытия гелевыми красками, конечно же, в разы меньше, нежели гелелаком. Ну, в любом случае, выбирать вам. Всем удачи в работе. Рада была пообщаться с вами, хоть и очень сильно стесняюсь. Побольше вам денежных клиентов. Удачи. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...